Теперь я тебе скажу про радость. У нас же как бы говорится, да, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. И вот я тебе скажу так, что радоваться с радующимися еще хуже. Вот я не знаю, ты же давно не входишь ни в какую общину, да? Но ты можешь вспомнить общину, да? Ты не входишь в общину, да? И вдруг ты, ну, приехал, скажем, на рейндж-ровере в общину и сказал, а я вот себе купил новый рейндж-ровер, да? Сколько членов общины с тобой порадует? Я что-то не слышу энтузиазма. Уже проволчу. Вот, знаешь, как вот я был у друзей, там, служителей, вот там жена показывает, а вот у нас есть посудомоечная машина. Ну, это нам подарили, это нас благословили, это вы не подумайте, что мы сами можем купить, да? Вот. Я купил себе 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 новую сковороду. Ну, там была распродажа, я, ну, вы думаете что? Вы не подумайте, не позавидуйте, что я там, ну, проси Бог, сковородку себе купил. Человек на самом деле и радостью, если это не свадьба, не рождение ребенка, да? А вот какой-то такой радостью тоже боится делиться. Радоваться с радующими себя тоже не очень хорошо. Знаешь, что вспомнил? Как-то мне очень хороший один товарищ сказал, что что ты стесняешься того, что ты живешь в трехэтажном доме? То есть, он заметил у меня черту такую, что когда речь идет о том, что меня Бог благословил, я боюсь это озвучивать, потому что не все это хорошо понимают, да? Да. Вот. То есть, а что это он живет в трехэтажном доме? Вот. То есть, порадоваться за тебя, сказать, как я за тебя рад, да? То есть, что родился ты не в трехэтажном доме, вот. А все, как бы Бог тебя благословил. Пусть у тебя пятиэтажный будет, дай Бог. Ну, нет, не получается радоваться. Есть одна история хасидская про одного Раби, который очень много занимался благотворительностью. Он раздавал деньги беднякам в своем городе. Однажды в пятницу его жена пошла на базар и увидела там индюка. Продавали индюка. И она посмотрела, ну, жирный такой красивый индюк. Но дорого просили. И она сказала, ну, не могу себе позволить. И купила там курицу, пошла домой. Потом она узнала, что какой-то человек, который живет за счет благотворительности ее мужа, купил так и себе этого индюка. И она пришла к мужу и сказала, ты представляешь, Хайм, этот голодранец, который живет на наши деньги, ну, примерно так она сказала, вот, я с Эдиша перевожу. Вот. Он так и пошел и купил петуха, жирного индюка, которого я себе не могу позволить купить. Ему что я сказал? Значит, ему, оказывается, нужен жирный, идем каждую субботу. Надо ему добавить. Вот. То есть человек не постеснялся, да. То есть сказал, а вот я беру жирного петуха. Это очень часто, знаешь, там, например, я был вот в Таллине. После того, как я был в Таллине, пошел слух, что я дорого одеваюсь. При моих размерах я одеваю то, что на меня налазит, и то, что выпадает из шкафа. Вот. Часто спрашивают там в магазинах, у вас правда есть там деньги на то, что вы хотите купить? Но кто-то говорит и рождается такое. А может, действительно? А может, действительно что-то там подешевле купить себе? Да, там что-то такое. Есть такое. Вот. То есть радоваться с радующимися тоже не всегда хорошо. Получается не грустить, не грустить. То есть нам нужно, чтобы человек радовался, ну, просто радовался. Человек идет и радостный, он веселый. Это хорошая, кстати, радость, это добрая радость, когда человек просто в хорошем настроении, и он радостный. Ни о чем. Просто радостный. Ну, проснулся, птички поют, да, проснулся хорошо. Но радоваться вот каким-то... Не всего, чем у человека радуется, мы можем порадоваться, а плакать мы ему вообще не позволим.